Мир Божий Мир Божий да пребудет в каждом сердце и в Доме Божьем всегда. Мир и в Доме Божьем всегда есть для нас пища, духовная пища. Я хочу сегодня из Писания увидеть вместе с нами, в Библии очень много есть жизненных наших ответов. И когда у нас есть вопросы, первые, куда вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, и в Библии есть для нашей жизни ответы, это первое, куда надо обращаться. Почтение к Матери В Библии очень много разных есть. Бог выделяет наши жизненные, когда у нас есть разные ситуации. Хочу сегодня обратить на эти места Писания. Исход 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Это сказал Бог, тот самый Бог, который сказал «Помни день субботний, шесть дней делай, седьмой». «Добой до священия собраний, делай никакой работы». И иногда, я тоже так исследую Писание, думаю, насколько это духовно, насколько это важно, насколько это нужно. То, что Бог говорит, это все очень катерически важно и нужно. Если, почитая отца и мать, сегодня как-то обращается больше внимания о матери, почтение к матери, это Божий закон. Это Божий закон. И Матфея, 15 глава, 4 стих, то же самое. Иисус говорил «Здравое учение Иисуса Христа». Много в Писании написано. Есть учение Иисуса Христа, есть учение Иисуса Христа о матерях. Иисуса тоже была мама. Ее звали Мария. Мы тоже посмотрим по Писанию, как Он обращался. Матфея, 15, 4. «Ибо Бог заповедал». Это Иисус говорит. Глава Иисуса. «Почтается и мать». «Почтение к матери». Если по Писанию это очень хорошо, когда мы в Церкви Божьем, в Доме Божьем учимся. Учимся, как это должно быть. Потому что, когда наши дети, сейчас очень много информации, школа, мир, YouTube, это все. Как ее распределить, как ее разделить, откуда учиться. Вникай в себя и в учение, и этим занимайся постоянно. И тогда, когда мы смотрим или слушаем, или кто-то что-то говорит, мы можем все сравнивать с Писанием. Как о маме говорят. Когда я с друзьями иногда еще в школу ходил, когда о мамах кто-то говорил, нехорошо, старуха или как-то там. Другой говорил. Помню, мой друг, он говорит, нельзя, что ты за маму? Так, говоришь, неверующий человек. Как-то это Богом вложено в нас. У верующих людей, поэтому Бог говорил о мамах. И это очень хорошо, когда наши дети через Писание, мы это знаем. И у нас у всех людей, у всех людей, живущих на земле, есть мамы. У всех. По-другому нельзя на эту землю прийти. И это написано, премудрость Соломона, 7 глава. И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И в утробе матерни образовался плоть, где сетимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услождения, соединенного со сном, и родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту землю. Библия об этом говорит, поэтому, когда детям объясняют, где-то они через Библию, потом дети, мама, откуда дети, такие вопросы. И Бог же ясно говорит, Библия же ясно написано. Поэтому на это надо обращать внимание, чтобы мы были научены через Слово Божие, откуда, как это. И даже написано, что и все цари, и все-все люди пришли на эту землю через маму. Поэтому почему Бог обращает так внимание, почитай, мать. И если смотреть по Писанию, это только через женщин рождаются люди. Что бы мир ни говорил, как бы это эти всякие мутации, эти все, как еще придумать. Библия ясно, четко говорит, разные действия, побочные действия, откуда бы взялось. Библия ясно говорит, что через женщину рождаются. И это для нас, для нас, оно как бы по Писанию все ясно и написано. И в Библии можно видеть, что, как это происходит. Мама, мама, это у каждой мамы свое имя, но это особенно мама, видно по Писанию, когда она становится мамой, когда рождает первого ребенка. С тех пор называется мамой, потому на это надо обратить внимание. Потому что в Писании говорит 1 Тимофея 2.14. Кто хочет быть женщиной, потом женой, а потом мамой. И так в Писании это говорит. 1 Тимофея 2.15. Причем спасется через чадорогие. Это за маму, потому что мама рождает. И рождение детей очень связано с спасением. Прямо связано со спасением. Спасется через чадорогие. Да, через Иисуса Христа, нет другого имени под небом. Через которое мы спасаемся. Он наш спаситель. Но это очень ясно связано. Поэтому те, которые как-то разными действиями. Надо дети, не надо. Тут ясно написано. Да поможет нам Господь это вразуметь. И в Сирах также написано. Не забывай. Не забывай. Болезни родильных, болезни матери. Да поможет нам Господь. Чтобы мы об этом помним. Потому что это закон Божий. Это закон Божий на сегодня. Как так обращается внимание. Для почтения матерей. Дети, почитайте своих родителей. И когда спрашивают. Как мама чувствуется. Или женщины во время. Например беременности. В рождении. Это все в Библии написано. Поэтому когда наши дети. И мы это знаем через Библию. Это все как происходит. И одна женщина говорит. Муж спрашивает. Как ты себя чувствуешь во время беременности. Она говорит. Возьми живую рыбку. Поставь в карман. И походи 9 месяцев. И сохрани ее живой. И потом. Меня тоже спросишь. И это нам мужьям. Вообще это непонятно. Как это так. Но Бог так все устроил. Что туда поможет Господь. Это все разуметь. Чтобы мы разумели один другого. И в почтительности друг к другу относились. И нет больше той любви. Иисус говорил. Если кто положит душу свою. За кого-то. Мама полностью уложит в свою душу. Эту жизнь. Много так бывает. При рождении дети остаются. Мамы даже уходят в жизни. Они готовы меняться жизнью. Это материнское. Божье вложено. Богом вложено у мам. Поэтому и написано. Не забывай. Болезни. Родильных болезней матери. Но с другой стороны. Если посмотреть еще. Материнская привязанность есть. Когда мамы. Когда да. Они. И когда детей носят. Это происходит. Но когда дети уже родились. И когда они начинают возрастать. Бывает такое. Что мамам трудно отпускать. Иисус говорил. Оставит человек отца и мать. В правильном, добром смысле оставит. Не то, что забудет навсегда. Нет. Иисус всегда говорил. Здраво. Почитай мать. Но оставь мать. Как это? Очень мудро. В писании это все расписано. Поможет Бог это образуметь. Мама детей держит за руку. Когда они маленькие ходят. Часто эмоционально. Когда 5 лет или 3 года. Можно его держать. А когда ему 25 или 23. И он питается полностью. Это. С мамой тянет жизнь. Это уже будет неправильно. Поэтому писание так учит. Все этот баланс. Чтобы был. Да поможет Господь. Вразуметь детям. Это тем, которые возрастают. И есть пример у Товия. 5 глава. 13 стих. Там написано. Когда они обнищали. Как-то это семья. А у них не было уже. Там написано. Получается. Финансово. И Товит говорит своему сыну. Я оставил там на сохранение серебро. Ты пойди туда. И отец. Это отец. Он все узнал. Кто с ним пойдет. Нашли человека. Они не знали, что это ангел. Но потом Товит говорил. Что ангел пойдет с тобой. Это 5 глава. 18 стих. Анна, мать его. Мать Тови. Заплакала. И сказала Товиту. Зачем отпустил ты сына нашего? Не он ли был опорой рук наших, когда ходил и выходил перед нами? Не предпочитай серебра серебру. Пусть оно будет как ссор в сравнении с сыном нашим. Ибо сколько Господом определено нам жить на это. У нас довольно есть. Товит сказал ей. Это папа Товия. Товит сказал ей. Маме Тови. Не печалься, сестра. Он придет здоровым. И глаза твои увидят его. Ибо ему будет сопутствовать добрый ангел. Пусть его будет благоуспешен. И он возвратится здоровым. Отец проверил, кто с ним пойдет. Он говорил, что это из богопочтенного рода. Хотя это был ангел. И говорит, даже ангел пойдет с ним, не бойся. Мама говорит, зачем ты его отпускаешь? И такое часто бывает. Это та материнская любовь и привязанность. Но лишь бы дал Бог это понимание и разумение, когда это должно. И как происходить это отпущение детей. И куда их отпускать? Отпускать их к Господу. Хотя мамы. И где мамы, например, по Писанию видно, там будут и дети. Точно там будут и дети. И когда мама Иисуса и Иосиф, отец и мать Иисуса Христа, были в храме в Иерусалимском, на поклонении. И когда они возвращались оттуда, Иисус отстал от них. И кто там первый начал искать? Мама. Она чувствовала, что что-то его где-то нет. Где она его искала? Между родственниками и друзьями. Хотя у него были хорошие родственники и друзья Иисуса. Родственник был Иоанн Креститель. И другие, которые Господу служили, ходили на поклонение. И где его мама нашла? Она его нашла там, где сама была. В храме Божьем. На поклонение. Это очень хорошее и доброе пожелание всем мамам и детям в послушании. Чтобы когда мамы ищут, почему иногда звонят и спрашивают, где ты? Они не то, что ходят и следят. Им бы отдыхать, чем-то другим заниматься. Но это чувство, эти привязанность. Правильно ли мы вместе с правильными людьми и друзьями? И да поможет Господь, чтобы так было, как это было в Иисуса и в Его мамы. В правильном месте, с правильными людьми. Да будут дети наши в Доме Божьем. И не только именно тут. Потому что тут сидеть часами невозможно. Они бы сделали поклонение и пошли себе домой. И там они правильно жили. Иисус говорил на всяком месте и во всякое время. Мы поклоняемся Господу в духе и в истине. И мамы, передайте веру в Бога детям вашим. Как это Павел это увидел у Тимофея. Тимофей был молодой. Он был молодой, но он уже был верный Богу. Он уже служил Богу и служил людям. И там упоминает, Павел упоминает, он как-то увидел, что эта вера перешла на сына. Мама передала. Второе Тимофея. Когда Павел говорит, что вера, которая была в тебе, Тимофея, она была в твоей маме. И это же передала мама. Это великое духовное богатство. Мама передала. Да помочь нам Господь. В том, чтобы, когда мы, дети наши, понимаем, как это все происходит, как это все по Божьим замыслам происходит, чтобы в этом почтении, почтение к нашим мамам. И еще в таком тоже есть такой, когда родители уже в возрасте. И мы тут тоже живем в стране. Их как-то так отправляют. С чем это связано? Многие так как-то исследуют. Если меня мама отправляла в детстве в садик, я ее отправлю тоже в садик. Это несовместимо, потому что маме надо дома утром или заниматься с детями. И кого-то отдавали в садик. Да, но чувствование такое, как будто мама оставляет детей. Но она не оставляет. Но ей тоже надо чем-то заниматься. Если это еще, например, у правильных людей. И если эти люди верующие, они еще учат этих детей почитать маму, любить Бога. Это же хорошо. Но в старости, когда отдавать своих родителей престарелые дома, об этом Иисус тоже позаботился. Помните, когда Иисус был на кресте? Последние годы его жизни были. И он прям с креста уже. Он всегда занимался спасением людей. Жизнь, принес жизнь. И правильное учение свое в этом вопросе тоже. И он говорит Иоанну, которого любил позаботиться о матери. Последние часы своей жизни. Он еще и это успел, обратить внимание на то, чтобы когда родители последние часы... Хотя Иисус раньше умирал, чем мама. Ему было 33, она еще жила на кресте, когда Иисус умирал. Но в этом вопросе Он показал, позаботь себя о маме. И это пример для нас. Иисус ничего просто так не говорил. Это прямое учение, чтобы заботиться и почитать маму. Давайте будем молиться. Будем молиться Господу. И как хорошо и радостно, что наши дети с нами, наши мамы с нами. У всех есть мама. У всех есть мама. У всех людей на земле есть мама. И когда мама наша переживает это чувствование, где вы дети? Служение Господу. Славим Господа. И с правильными друзьями, с правильными родственниками. Да поможет это Господь видеть. И передайте, мама, передайте эту веру детям. И отпустите их на служение Богу. Просто их дайте в руки Божьи. Потому что часто, ну мы же все не уследим. Если, например, моя мама где-то живет молитвенно. Молитвенно, да, мамы всегда будут молиться и будут благословлять. И да будет Божья милость над нами. И учение по Писанию о матерях очень открыто. Почитай, мать. И когда почитать? Всегда. Во всяком месте, во всякое время. Спасибо мамам. И я люблю свою маму. И вы любите своих мам. И это Писание на это обращает внимание. Потому что иногда часто так мы все с Библией обо всем. Библия очень большущая. У меня тут 77 книг, 66. Она очень большущая книга. И в ней есть все законы. Почему написано в Ника и следуй? Почему эти адвокаты иногда, они в этих книгах сидят, постоянно ищут эти законы, как нам вести себя на земле, где там нарушил, куда повернул, почему, какие были условия. Так же самое у Библии. Почему Америку, когда основывали на основании Писания? И мы сейчас видим и понимаем. Люди добродетельные. В каких вопросах. В каких-то уклоняются. Сами понимают, знают. Да поможет нам Господь, что когда мы говорим, например, о маме, я как-то так Писание исследую. Потому что в Библии есть такой закон. Он закончил на поле и делай дома. И Бог говорит, отделяй чистое от нечистое, шесть дней от седьмого, чистую пищу. Муж, жена. Это все различает в Библии. Потому что когда смешание, кто рождает? Хотя в Библии написано, что Авраам родил. Написано, что Авраам родил. И есть кирилли, они понимают и ждут, что мужчины рождают просто. Как так? Это тоже надо объяснять и мудрость, и просить. Авраам мужья носит эту жизнь. Библия говорит об этом так аккуратно, очень деликатно. Носит семя, потом передает слово короткое, очень точно, ясно, и познал муж жену. Это все в Библии расписано. И как обидно, когда дети иногда наслушаются где-то чего-то, и родителям рассказывают. Родители не могут объяснить как-то мудро, аккуратно, хотя Библия расписывается. Почему девица, почему жена, почему потом мама, как, что это за процессы, что это слово значит. Библия очень мудро объясняет. И это учение есть в Библии. Да поможет нам Господь это видеть, чтобы мы были светом миру и примером. А не мир учил детей. Такие слова иногда они называют под названием любовь. Или все так смешанно, спутано. Потому что поможет нам Господь все, чтобы было у Бога, все на своих местах, солнце, на небе. Мы на земле, и для нас есть эти законы. Будем молиться о нас, детях. Будем молиться о мамах наших. И вместе, чтобы я и дом мой, и я, и мама, и папа, и все, все, все служили Господу. Слава нашему Богу. Аминь. 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 Продолжение следует...